Прямо сейчас новости региона в нашем эфире в студии Алексей Шемякин. Добрый день. Сегодня воздушно-десантные войска отмечают свой праздник. Солдаты и офицеры в голубых беретах справедливо считаются элитой сначала советской, а теперь и российской армии. В Архангельске по традиции праздничные мероприятия начались на площади памяти у Лологодского кладбища. Ветераны ВДВ, участники боевых действий и те, кто еще совсем недавно проходил срочную службу, провели митинг памяти и возложили цветы к подножью мемориала воинов-интернационалистов. Большое количество ребят-десантников не вернулись, к сожалению, с полев сражений. Но это только потому, что где война, там и воздушно-десантные войска. Самые сложные задачи доверяют нашему роду войск. Поэтому и есть безусловные жертвы. И сегодня наш святой долг – почтить память тех людей, которые точно так же праздновали бы сейчас с нами День Воздушно-десантных войск. Но, к сожалению, погибли при исполнении служебных обязанностей. После десантники колонны направились к площади мира, где в эти минуты проходят праздничные мероприятия. Там же сегодня пройдут и показательные выступления парашютистов-десантников. Житель областной столицы осужден на 4 года за распространение детской порнографии. Таков приговор Октябрьского районного суда 38-летнему Архангелогородцу. Установлено, что обвиняемый в прошлом году разместил в интернете порнографическое видео с девочкой младше 14 лет. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Решение суда не вступило в законную силу. Продолжаем выпуск. Село Ломоносово должно стать туристическим центром по морю. Эту идею губернатор Игорь Орлов обсудил с местными жителями в ходе рабочей поездки в Холмогорский район. Привлекать туристов собираются разными способами. В частности, планируется создать ряд проектов и сервисов, направленных на развитие турмаршрутов. Одной из главных идей – привлекать гостей местным касторезным промыслом и даже создать специальные курсы резьбы по кости. Губернатор подчеркнул, для развития туризма необходимо активное участие местных жителей, которых региональные власти даже готовы обучать всем тонкостям предпринимательства. Проведем ряд бизнес-семинаров здесь, подучим людей, как правильно представить их идеи в виде уже законченных проектов. И будем это поддерживать всеми теми инструментами, которые есть у нас, у наших партнеров-благотворителей, возможных фондов и так далее. Мне очень хочется, чтобы за красивыми идеями, которые формулировали всегда вокруг Ломоносова, появились конкретные реализованные проекты, меняющие эту территорию в лучшую сторону. Почти 950 человек примут участие в муниципальных выборах в Поморье, которые состоятся 10 сентября. В регионе завершился прием документов для регистрации кандидатов, а 21 августа начнется официальная агитация. Всего в Поморье проходят 24 избирательные кампании. Новые созывы районных собраний депутатов будут сформированы в 10 районах, а также в Северодвинске, Новодвинске, Коряжме и Мирном. Жители дома 11 по Ленинградскому проспекту в Архангельске вполне могут считать себя венецианцами. Только передвигаются они, как правило, на резиновых лодках. Наводнения случаются здесь каждый год. Коммунальщики, конечно, откачивают воду, но после очередного ливня все возвращается на свои места. Из дома на работу людям приходится в прямом смысле уплывать или использовать альтернативные методы выхода из ситуации. Нам из МЧС выделили два костюма, чтобы мы уходили. Два. На два подъезда. Это один человек вышел, все, костюм на улице. Или зашел. Костюм дома. Как остальным попадать туда-сюда, неизвестно. Вчера работники управляющей компании «Мир» начали укладывать мазки на вопрос, как долго прослужит такое решение, один из рабочих заявил, пока на дрова не разберут. Ну, мы чего, только мы с того и поднимем, чтобы люди могли ходить и все. Нам больше ничего не сделать. Жильцы плавающего дома неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбой предоставить им маневренное жилье, но пока безрезультатно. Сегодня в эфире Архангельского телевидения смотрите очередной выпуск программы «Городская среда». В прямом эфире на вопросы моего коллеги Алексея Шемякина ответит заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Номер телефона прямого эфира – 211-385. Начало программы в 19 часов на телеканале ТВ-центр. Около двух десятков пловцов стали участниками открытых соревнований по плаванию на открытой воде. Городской спорткомитет и Федерация плавания «Юга» региона приурочила их к столетию Кутласа. И любителей, и профессионалов, и взрослых, и детей ждала единая дистанция – 10 километров. Самому юному пловцу 12 лет, самому возрастному – 64. Местом встречи и старта спортсменов стала бывшая понтона переправа в Чернягах. В этом году организаторы разделили участников на 4 группы, в зависимости от степени подготовки. Каждая уходила со старта с небольшим интервалом. В числе первых – дебютанты состязаний. Опытные пловцы замыкали гонку, а заодно подбадривали новичков. Молодцы! 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 Количество участников с каждым годом все увеличивается, увеличивается. К нам приехали из княжи Погоста, это Коми СССР, Воркута, Коряжма. Ну и мы – Котлас. Дистанцию в 10 километров пловцы преодолевали по течению Малой Северной Двины. Температура воды, несмотря на переменчивое лето, была комфортной – почти 20 градусов. Полноводность реки в этом году заставила организаторов несколько изменить маршрут. Обычно спортсмены проплывали между второй и третьей опорой моста. На этот раз они миновали преграду гораздо ближе к берегу. В прошлый раз была волна, а в этот раз все тихо, спокойно, с погодой повезло. Выносливость пловцов растет. В этом году до финиша дошли все без исключения. Многие из котловских спортсменов улучшили свои же результаты. Побитый рекорд прошлых лет. Лучшее время – 1 час 22 минуты – показала гостя из Воркуты, мастер спорта по плаванию Елена Булахова. Она улучшила рекорд трассы на 10 минут. Все было отлично. Единственное, что меня немножко выбило из колеи – это незнание трассы. Надо как бы все объяснили, но все-таки первый раз. Это сложно, если не знаешь, куда плыть, на что ориентироваться и так далее. За смелость и мастерство всех участников соревнований поощрили памятными подарками. Самых быстрых ждали медали и грамоты от организаторов заплыва. 1,53, 0,7. Сегодня православные верующие отмечают Ильин день. В Ильинском храме прошла божественная литургия. Почтить память пророка собрались сотни прихожан. Святому поклоняются верующие сразу трех религий – христианство, иудейство, и ислама. В славянской народной традиции Илья – повелитель грома, небесного огня, дождя, покровитель урожая и плодородия. Вот этот святой имел власть и имеет власть заключить небо, чтобы не шел дождь. И наоборот, ему молятся, чтобы наоборот пошел дождь. Строгий святой, замечательный святой, мы его память сегодня совершаем. Далее с новостями региона вас продолжит знакомить мой коллега Вадим Федосеев. Мы же увидимся с вами в 19 часов в программе «Городская среда» на телеканале ТВ-Центр. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова